Сегодня будем производить ТО-250 на машине CDLG E6300F. Будем производить замену масла в двигателе, замену фильтра масляного, фильтра топливного тонкой очистки, грубой очистки. И будем производить проверку уровня жидкостей в бортовых редукторах, в поворотном редукторе, натяжку гусениц, визуальный осмотр ходовой части, проверку натяжения ремней, проверку уровня и состояния охлаждающей жидкости. И смазку всех узлов и агрегатов данного экскаватора. Начнем с очистки гусениц и выставления уровня бортового редуктора для проверки масла и проверки натяжения гусениц, визуального осмотра гусеницы и ходовой части. Прокрути. Немножко, чтобы грязь отпала. Все, пойдет. Пойдет. Сейчас я померю. Натяжение гусеницы должно быть 330 мм, у нас 360 мм, надо немножко подтянуть. 340 мм, еще чуть-чуть. 330 мм, 330 мм, закрываем. Мы выставили бортовой редуктор, сливное отверстие вниз. Теперь мы проверим уровень масла, открутив пробку. Прямо по уровню. Приступим к замене масла. Есть маленький лючок для слива масла, но мы всегда снимаем большой. Чтобы произвести визуальный контроль двигателя снизу и агрегатов, которые тут присутствуют, перед сливом масла, всегда нужно проверить уровень масла в двигателе, в норме он или не в норме. Ну, уровень масла в норме. При сливе масла двигатель должен быть прогретым до рабочей температуры. Теперь приступаем к замене фильтров масляного и топливных. Перекрываем топливный кран, чтобы при снятии фильтров дизельное топливо не текло из бака. Чтобы предотвратить разлив масла в отсеке двигателя, мы оденем на фильтр обычный пакет и все масло будет стекать в него. Ну, что-то вот так. Перед установкой масляного фильтра в него необходимо налить масло, чтобы при запуске двигателя отсутствовало масляное голодание. И смазать резинку маслом, дизельным маслом. При техническом обслуживании техники SDLG завод-изготовитель и компания Росбизнес Авто рекомендует использовать только оригинальные запасные части. Затягиваешь от руки и потом доворачиваешь еще ключом на 3 четвертых оборота. На данной машине стоит три фильтра топливных. Тонкой очистки, грубой очистки и сепаратор. Сейчас мы поменяем два фильтра. Тонкой и грубой очистки. Сепаратор меняется каждые 500. Так как у нас пробег 250, меняем два. Новые фильтра идут без стакана-отстойника. Для этого мы снимем, ну, со старого снимем отстойник, промоем его и поставим на новый фильтр. Почистим от грязи. Смотрим мн ANTА jeetивэк. Почистим от грязи. так как мы не меняем фильтр-сепаратор мы производим его визуальный осмотр и слив слив отстоя от слив для слива откручиваем сливную пробку потекла вода есть вся грязь отстой после установки топливных фильтров нам необходимо прокачать топливную систему для прокачки мы откручиваем болт спускник специальный спускник на фильтре тонкой очистки и прокачиваем топливо насосом ручным уйдет весь воздух и потекет чистое диз топлива вот заполняется топливные фильтра мы ставим не заполнены чтобы для того чтобы не попала грязь топливную систему топливо идет без воздуха можно закручивать спускник в данное то нам необходимо заменить фильтр пилотной магистрали уровень гидравлического масла проверку производим при полностью разложенной стреле для замены пилотного фильтра и для проверки уровня масла необходимо снизить давление в гидробаке нажимая на клапан при замене фильтра пилотной магистрали требуется в ней скинуть давление для этого нам требуется включить зажигание включить флажок безопасности и пошевелить джойстики во все направления мы произвели замену фильтра пилотной магистрали ну что производим визуальный осмотр нижней части двигателя на экскаваторе cdlg 6300 установлен двигатель дойтс в этот двигатель входит 30 литров моторного масла производим проверку натяжения и состояния приводного ремня проверку автоматического натяжителя в норме производим проверку уровня охлаждающей жидкости минимум максимум в норме и с визуальное состояние и сейчас произведем проверку уровня масла в поворотном редукторе уровень в норме качество масла хорошие теперь произведем смазку рабочего оборудования экскаватора наполняем до тех пор пока не пойдет солидол но свежий солидол вот пошло на двери экскаватора расположена карта которая показывает периодичность проведения то и узлы все узлы для смазки и замены масла после запуска двигателя нам необходимо будет произвести проверку уровня масла в двигателе и при необходимости и долить его видно что масло на пол сантиметра ниже верхнего уровня требуется немножко долить с пол-литра с пол-литра на данной машине мы провели техобслуживание на 250 моточасов состояние состояние машины отличное данная машина обслуживается в компании руссбизнес авто следующее техобслуживание будем производить через 250 моточасов число а и и и